есть цель нарисовать человека вот например ну такого роста поменьше вот так вот такого роста то вы должны знать что нужно разделить приблизительно вот это расстояние на 8 на 8 частей сейчас объясню почему на 8 частей вот на 8 частей разделите так же то есть сначала вот этот отрезок потом делим на половину потом этот отрезок опять на половину потом каждый отрезочек на половину поделите на 8 поделите на 8 8 частей это высота головы то есть вот это наша голова ну можно не с головы рисовать это я просто так показал вам что это высота головы обычно человека начинает рисовать из, скажем, грудной клетки ну, нарисуйте вот такую форму, тоже как бы шарик чуть ниже, вот, чуть ниже вот сделайте вот так тоже вот такую линию нарисуйте опять кружочки сегодня кружочки рисуем, да, кружочки, палочки теперь по середине это вот вот здесь, да так, раз, два, три, четыре, вот здесь это у нас должен быть таз основание таза, ну, кружочек я тоже слишком большой нарисовал вот такой может быть приблизительно, вот такой то есть это слишком большой видите, я нашел таз в человеке и потом понял, что вот это нужно убрать что грудная клетка вот она приблизительно такая вы можете не рисовать, я просто показываю вы просто вот такой кружочек шаричек нарисовали вот это таз, ну, это, наверное, у нас мужчина получается потому что плечи у него шире хорошо ноги 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 у нас идут вот эта точка находится немножко ниже колен вот колени немножко выше вот этой точке то есть вот отсюда еще одна две головы и колени немножко выше мы можем вот это как бы более так окультурить вот так да вообще такие формочки смотрите рука идет вниз локоть вот это пупок у нас вот в этом месте это пупок то есть голова 1 2 3 вот это пупок и локтевой сустав вот он вот нарисуйте вот такую формочку вот рука и например вот так нарисуйте то есть примерно ну как бы если так по кругу пойти вот так то здесь локоть приблизительно вот рука дальше мы уже идем и если мы хотим уже как бы набросали человека мы понимаем что он у нас помещается мы уже начинаем проработку уже можем рисовать лицо уши до человека полностью рисовать то есть ну как бы у каждого художника как бы свои свой подход как там например ногу нарисовать видите я вот так сделаю такую форму тут уже знание анатомии нужны вот так вот попробуйте тоже тоже здесь вот так здесь чуть выше здесь чуть ниже здесь чуть выше и вот так и как я говорил если слишком много всего так линий всяких взяли ластик но конечно желательно ластик брать который вам показывал называется клячка пластилин да и подтереть это все лишнее вот и уже вот получается наши руки карандаши у меня стираются потому что слишком толсто жму вот мы и не забываем как бы останавливаться и смотреть смотреть что у нас получается это тоже хорошее правило потому как мы можем быть слишком увлечены рисуем рисуем потом остановились посмотрели я же рисовал полдня вот надо было немножко там вот например видите вот здесь расстояние как бы немножко неровные ну можно сказать что если рука отодвигается то понятно вот это как бы шире становится за счет вот этой мышцы понятно но скажем могут быть такие ошибки давайте еще посмотрим на лицо человека на может быть голову да голова голова человека голова человека нарисовали шарик шары нам сегодня помогает вот нарисовали да такое можете сильно не прижимать центральная линия центральная линия берем радиус то есть вот это расстояние вот это будет подбородок и такое яйцо рисуем как бы яйцо нарисовали яйцо вот наше яйцо видите потом мы разделяем это наше яйцо наполовину вот это расстояние да вот наполовину разделяем да вот здесь у нас глаза здесь глаза немного выше у нас брови это мы понимаем ну хотя и существуют разные споры но многие говорят что вот это расстояние нужно поделить на 5 ну это все относительно как бы если мы рисуем портрет и перед нами реальный живой человек понятно вот это расстояние между глазами оно может быть разное у людей по-разному да вот то есть вот здесь будут глаза можем вот так вот наметить их теперь смотрите вот здесь примерно это у нас височная кость она как бы так переходит вот так чуть ниже глаз чуть ниже глаз это у нас верхняя скула верхняя скула и идем вот так вниз по яйца и вот так подрезаем немножко вот так нижняя челюсть вот так подрезаем подрезаем теперь вот это расстояние где наши брови и где наш подбородок делим наполовину это у нас основание носа ну можем формочку носа вот так нарисовать вот это расстояние делим на три вот так приблизительно на три части и вот здесь у нас линия губ ну потом дальше видим вот так можем рисовать уже детали ну можем нарисовать брови то есть уже идут более мелкие мелкие детали дальше где начинаются волосы волосы у нас начинаются смотрите вот это расстояние подбородок нос дальше брови эти расстояния должны равняться а а равняется b и такое же расстояние равняется c вот примерно здесь у нас волосы хотя у разных людей тоже высота лба бывает разной вот здесь у нас волосы так ну давайте чтобы как бы выделить чтобы камера лучше показывала да выделяем я выделю волосы вот так вы можете этого не делать чтобы было видно что это волосы ну здесь вот такая форма может быть вот так уши низ уха вот здесь и основание носа приблизительно и верхние века вот примерно здесь вот наши уши видите наши уши ну и там шея пошла и так далее и уже потом мы рисуем тоже нужно знать форму глаз рисуем глаза то же самое не спешим когда рисуем глаза смотрим нарисовали какой-то какой-то штришок сделали смотрим насколько они одинаковы насколько они на одном уровне насколько человек смотрит ну как бы в одну точку что глаза как бы не расходятся в стороны вот посмотрели например вот бровь я не так нарисовал она где-то здесь должна была начинаться да